Музыка 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 где-то далеко под Тобрукем. Мне кажется, что такие уроки и память о этих людях не должны ограничить только до таких вот, когда мы думаем о том, что сделали мы, как поколения следующие, с нашим ойтизмом, но мы должны учить себя от них, что не есть святей, важнейшей вещи, как свой края, как своя родина и не только словом о этом свидетельствовать, но и, конечно же, при этом. Президент Миналы Федерought Роман Верно. Спасибо. ri Президента Миналы Верно. Д naught. в памяти народной, Пана старосты, тоже витали мы взаимно. Но прежде всего я сяюсь из-за obecности молодежи, потому что цель этого преследования это показание, что Болославец память. Класс, два месяца назад, я получил отбирание очень важной для нас награды, надавной через Народный Институт Дзедзиства, а назва этой награды, этого выражнения, найвыжсше выражнение, то есть Самород для Дзедзиства. Подкреślenie tego, co в нашем mieście робят люди, таци как Państwo, для нашей тошсамости, для укрепления нашей истории, для креования и кштаутования постап партииотечных. И этого незапомнения людей, którzy творили историю народу polskiego в последних в последних сотках, в основе в последнем стулеции. Более постать полковника, подпуукомника Владислава Мроза, то есть так, кто-то когда-то сказал, что когда-то люди жили на пск. в Станах Зъединённых, то несколько фильмов на темат каждого из них, на темат родминстра Пилецкого, на темат Инки, но я uważам, что если chodzi о жициорыс полковника Мроза, то можно бы ним обделить по-наймень несколько осуд и все мяло бы незвыкле интенсивное życie. То есть тоже przykład, потому что историю лучше оповидать на прикладе единостки, на прикладе единостковом, на прикладе осуд, которые по-наймень становиться взор для других. Пуковник Мроз уродиј под конец XIX стулеця в 1897 и есть таким przykładем зверения сьи единостки с историей. С историей первого полувеча этого страшного стулеця, оби нигде оно не повторило, стулеця войн, стулеця totalитаризмов, wielu разных страшных działań человек человекови, но одновременно памятаем о том, что это стулеця, в которых Ползка отзыскала неподлеглость. Уродиј на Сандецчызне, был одним из четверга детей, ощец працовал в закладах направочных табору kolejного, а то такая пресечна можно сказать родина живи в загоре австриаке, в Галичи, але от самого початку działa в руху скаутинговым, можно сказать на дзисейше, дзисей називаясь то харцерстем, а то те всески элементы кштаутования постав patriотичных на початку двадцатого стулеця, отбудовывания народу полскего в той świadomoсти, такий, которая допроводзила до отзыска неподлеглости, на pewno было его удзялем. Скојциј семинариум научицелске матуре уже оброниј в часе I wojны святовой, бо мајц 19 лат, чли латво полициј уродзиј в 1897 р. и трафиј на крутко до армии остриакей, а позјнј уж валциј в војне polско-болсцевицьей, где по раз первый зостај взијнти до неволи и там стамтон врјциј до полски ако особа заслужона мајц дваддесятијка лат, верзуј в то, ќ в ородзонеј полсце бђе мог будувај такую нормалні, родзинна, полску рецејстој. Нестјтј ньедано было то до којца, бо по кікунасту летах от војны полсцевицьей, як wieми, розпочылася друга wojна святова, ктій розпочыјце дзиј Вспоминание, так, номен, омен, сегодня есть ручка смерти, также Пана Пуковника Мроза. Как-то человек заангажированный уже в среднем веке, стает себя высоким офицером Армии Полской, стрелков подхолаевских и точит walkи, которые, конечно, мы, как они закончились. Позже пробует в разных местах и в pewnем окресе traфил до неволи НКВД, где под измененным названием НКВД не розпознало, его название остаточнее zostaло выписано, пренеслся в околице Дрохобыча, а właściwie до Дрохобыча. И там розпочуял działальность конспирационную, связанную с творожнымисями отделами Армии Крайовой. То есть, Болеславец и Дрохобыч ма незвыкле więзи. Я тут перед chwilом разговариваю с панией, которая уродилася в Дрохобычу, потому что прошу память о том, что первый транспорт Полаков из Всхода приезжал до Болеславца 17 февраля 1945 года. Это был właśnie транспорт с Дрохобыча. И тут подтвердили эту историю, это такая легенда, но оказывается, что правда, пани это память, что действительно те, кто приехали, высаживаясь на перонах, увидели фортепиан с ламаной ногой, которого Росжане не смогли вывезти. И, конечно, кто-то усил в этом фортепиане и заграал химн Мазурек Домбровский. Прошу себе представить, это опушченное миасто, спалное через Немцы, выкошное через Россию, задыменное, так, все написы немецкие, потому что это было трактовано как земля. Дорхобыча, еще тогда так наоборот, это еще не дотарлы даже информации с конференцией, в Почтане, на которой устало на границе захотнее, полске, но полские уже уезжали из Дрохобыча. И цесит нас то, что очень много Polаков из Дрохобыча появилось в Болеславце. Это милый миасто, которые до тех пор отрабатывают, с другими полаками, с дрохобыча, с другими полаками, с другими польсками, с другими польсками, с другими польцами, которые не уезжали, утримаем очень хорошие контакты. Пуковник Мроз, также из Рохобыча, через 20 дни ехал в Болославске. И то, о чем говорил Пан Ззислав Абрамович, то есть так, что действительно жоунивер не злоуми, жоунивер выкрэнки, повстаницы warsсовцы, жоунивер Армии Краевной, очень часто обавляясь с represей стороны НКВД, со стороны Службы Безпечества, что земли захотные были очень безопаснее. Там, там, только стремление, люди не знали, а так, по разу, под измененным названием замешка в Болославске, при ул. Warszавской 22, это была парафия кседра, декана warsсавска 22, может быть там какую-то таблицу поставили, но начал работать в спутнерни споживцев с ПОЭМ, а потом работал в премьерстве эксплуатации Кварцов, а то есть, снова нормальное жище, конечно, используя его веду, а doświadczenie авансово. В 1947 году в Польске, рождена через komunистов, нарастающий terror, остаточное огласение амнестии, и на базе этой амнестии Польсковник Мруз уявлялся, и с документы подтвердяются этот факт, его название остается сформализировано, по разу, может уже выступать под названием, под каким się родился Владислав Мруз. И снова, некоторые трактовали это как-то добрый гест сторони воведы, но приходит окрас совитизации, завязанного terrorу, инструментов как раз более, сталинский, вкратировавшим в каждую дзизин пытаются жизни. Зрешно, communисти в тем времене узнавали, что, что всё это уявили они не так цензи, как чие, кто всё укрывают. Мы в Ад Najтой в околе было очень много разных организаций, которые строили они не были очень сильными, но работали, творząc różnego rodzaju ruch опору, улотки, różnego rodzaju газеты и так далее. Пан Мроз в ураиненении, выдавало się, że będzie мог снова жить нормально, но этот terror нарастающий споводовал, что в 1951 году стал арестованы через Службе Безпечества, был присутствующий. З того, что пишет Пан Владислав Оршевский, который где-то этот выwiad зорганизованный был, не был преследованный, то не был террор физичный, но, нистете, по kilку летах умирал, правдоподобнее в результате того, что ему подавано в часе этих прислушаний через МКВД, что проводило его до... То есть, он был 57 лет. Мог бы жить значнее душе, мог бы даже, может, до жить в волной полской. Не даме ему было. И та история неправдоподобна, что это одна из многих, в случае Болеславца, в земле Болеславецкой. Треба сказать, что тут великую заслугу имеют разные разные организации позарандовые. В арцерстве уже говорили, тут szczególнее треба вырожнить особу Пана Зислава Абрамовича, который от многих лет организует опеку najpierв над живым, потому что было в часах, когда жило споро комбатантов связанных с армией краевым, но также с народовыми силами, с гроинами, с батальонами пуховскими, с армией людовой. Они имели такие встречи, очень часто имели такой свой локал, с улицей Сондовой. Памятам, разом с Зиславом współорганизовали срешание и в Советовом Звязку Жюльнирова Армии Краевой. И ци люди, помимо того, что стали по разных сторонах, в часе этих споткань не розмавяли о том, кто был лепшим Полаким. Они здавали себе справа, что каждый из них до полки достал, потому что часто так лос хотел, а история, то что-то такое истори, которое забирало их в разных моментах. Стоварзисение прийти земи дрохотыцкой. Товарзисто миношников Лвова. Очень много людей прятных. Например, п.р. Радный Кристоф, который помогал при этом преследовании, каким было организование камениарза, который в окрещенном термине miał выполнять это преследование. За это нужно подъековать. Я на początku говорила о том, что Болославец стал выраженим. Мы много выражений. Я его трактую выраженим. Потому, что она показывает, что створили такой микросистем в Болославце, который деки власть в душе активности власти покажет, что это не преседент, не влада, только межканьцы памятают, межканьцы хотят упоминять и межканьцы навет знают, високуют такие как Пуковник Мроз, стараясь показывать это как пример, как такой довод нашей памяти. За это хотел бы в имене своем, а также всех нас подъековать очень горно. Не способ поменять этих всех людей, которые через tyle лет пощвечают множество своего czasu, энергии и часто пенеджей прелатных, чтобы упоминять те особы, чтобы я организовать, чтобы я описывать. И то может на tyle. Хочаłbym выразить огромную радость с того, что с нами представители Института памяти народной, пана wojewоды, что тут факты, которые я описываю, в части из этих вспомин, которые писал Пан Оршевский, а в части тоже из выдавниц, которые выдавали мы вместе с Институтом памяти народной на темат działалности Урзенду Безпечества в летах 1945-1956 и там действительно Пуковник Мроз появился на этих картах двукротно. Большое сердечное дякую. Честь и хвала богатерам волославие спавента.